Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас в эфире самого развлекательного шоу на телеканале Рика ТВ «Энергия удачи». И в этот вечер мы приветствуем всех, кто смотрит первый городской телеканал, а также смотрит наш проект через социальные сети, Facebook, YouTube и, конечно же, Instagram. Дорогие друзья, желаем вам всем отличного настроения. Вот и 30 апреля на календаре. Сегодня вместе со мной будет вести программу «Очаровательная девушка». Ее зовут Ксения. Она является менеджером торгового дома «Энергия». Как настроение, Ксюша? Супер! Весна уже, смотри, прошел март, апрель, еще май и скоро лето. Завтра уже 1 мая. Мы от всей души, от всей редакции программы «Энергия удачи» и от магазина «Энергия» хотим поздравить вас. Поздравляем, поздравим, поздравим, поздравить вас с Днем Единства Народа Казахстана. Завтра 1 мая, дорогие друзья. И вот сегодня мы в торговом доме «Энергия» через Instagram уже провели розыгрыш билетов среди клиентов. Результаты розыгрыша вы можете найти на странице Instagram торгового дома «Энергия». Именно лотерейный билет, который принес удачу победителю уже завтра, а точнее после 1 мая, 2 мая, вы сможете забрать свой подарок по адресу проспект Сан-Кибай-Батыра, 72. И вот что характерно, хочу узнать, что в нашей студии сегодня очень молодые участники, с которыми мы вас познакомим буквально через несколько секунд в нашем проекте «Энергия удачи». И, дорогие друзья, напоминаем, что с нашей программой вы можете также проверить свои знания. Смотрите, угадывайте и тоже становитесь богаче, чего мы вам от всей души желаем. Это «Энергия удачи» на Рика ТВ, и мы начинаем. Мы начинаем, дорогие друзья, под аплодисменты. Мы приветствуем в нашей студии участников, которые сами не хотят поаплодировать. Поаплодируйте громко, молодцы. Давайте с вами знакомиться. Итак, участница номер один. Как вас зовут? Расскажите, чем вы занимаетесь. Милая Летя, что вы любите и чего не любите делать? Здравствуйте, меня зовут Елизавета. Я люблю рисовать и занимаюсь журналистикой. О, молодец. Елизавета, а что любишь читать? Люблю читать фантастику. Фантастику. А есть у тебя любимый кинофильм? Какую музыку ты слушаешь? Что делаешь в свободное время? В свободное время я смотрю интересные факты о мире. Музыки нет. Музыку не слушаешь? Слушаю, но я в основном меломан. Меломан. Молодец. Итак, мы переходим ко второму нашему участнику. Рассказывайте о себе, молодой человек. Что вы любите и чего не любите делать? Здравствуйте, меня зовут Роман. Мне 11 лет. Мое любимое занятие – это играть с моим котиком. А как котика зовут Роман? Моего котика зовут Джонни. Джонни? Да. Слушай, ну а дрессируешь его? Какие он тебе делает? Трюки? Пока что он трюки не делает, но он очень послушный. Очень послушный. Это хорошо. Роман, а книги читать любишь? Да, естественно. Естественно. Ксюш, ты понимаешь, естественно человек любит читать. Какие книги? Люблю так же, как Елизавета, читать фантастику. А каких, например, авторов предпочитаете, Роман? Я автора, честно говоря, не помню, но помню произведение, которое я недавно прочитала. Как оно называется? Перси Джексон и Пахтитель Молний. Ты поняла? Ты поняла, о чем человек говорит Ксения? Я? Честно, нет. Ну, вот. Так что надо, надо больше читать. Надо читать фантастику. И наша третья участница. Давайте знакомиться с вами. Здравствуйте, меня зовут Александра. Я ученица седьмого класса. Мне 13 лет. В свободное время я люблю гулять с подругами, ходить в бассейн. Так, в бассейне сколько проплываете? Километр, два, три, четыре, пять? Или для себя просто плаваете? Ну, иногда я для себя плаваю. Ну, вообще, да, я хожу именно вот с подругами. Просто поплавать, расслабиться. Так здорово. Слушай, ну, прям, ну, прям, просто светские люди у нас сегодня собрались здесь. Все читают. Молодцы, друзья. Кстати, больше читайте, и все будет хорошо. Даже если вы в плохом настроении, возьмите любимую книгу или послушайте любимую музыку, и все ладится. А еще лучше, если вы прогуляетесь по проспекту Санкебаба, которая 72, там найдете красный торговый дом, зайдете сюда. Уж поверьте, оттуда вы... Не пожалеете. Нет, нет, она, главное, меня перебила, да. Точно не пожалеете. И напомню, что мы провели сегодня розыгрыш в прямом эфире в социальной сети Инстаграм, и победитель может 2 мая прийти и забрать свой подарок. Обязательно захватите свой второй лотерейный билет. Ну что ж, наши участницы Елизавета, Роман и Александра, вы сегодня попали. Попали в проект Энергия Удачи. И если вы будете правильно получать, отвечать на вопросы, то будете получать 1 балл. 1 балл – это некие денежки. То есть сегодня вы будете зарабатывать деньги. Но один из вас может получить 10 тысяч тенге. Что для этого нужно? Для этого нужно нажимать на кнопку. Первое – не выкрикивать ни в коем случае, как в школе. Кто нажал первую на кнопку, если правильно отвечает на заданный вопрос по выбранной теме, тот и получает деньги. Это всего лишь игра, дорогие друзья. Мы понимаем, что вы переживаете. И сейчас узнаем темы сегодняшнего эфира. Внимание на экран. А сегодня у нас следующая тема. Это математика. Насекомые. Так как не за горами май, июнь, июль они появляются, проявляются. Природоведение, о чем многие сейчас говорят. Обо всем. То есть музыка. И музыка вокруг нас. А также тема сказок. Кстати, у вас есть любимые сказки? Расскажите. Лиза. Есть или нет? Нет. Нет. Романа, у вас? Нет. Нет. Александра? Я люблю Хроники на Армии. Хроники на Армии. Ну, хороший выбор. Итак, мы начинаем, Лиза, с вас. Выбирайте тему, пожалуйста, которая вам близка, по которой мы будем задавать вопросы. Не забывайте нажимать на кнопку. Сказки. Тема сказок. Внимание, вопрос. Из какого предмета у Золушки была карета? Роман был первый. Тыква. Тыква, молодец. Ну, слушай, Роман, первый нажал на кнопку. Не забывайте, дорогие друзья, что здесь надо и думать, и очень быстро нажимать на кнопку. Поехали дальше. Роман уже приготовился. Смотри, 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 смотри. Вообще потрясающе. Сначала передача. Потрясающе, да. Вопрос. Какая тема? Природоведение. Природоведение. Вопрос. Итак, какое дерево зимой и летом одним цветом? День. Ёлка, опять Роман. Молодец, Роман. Выбирай тему. Я? Да. Давайте матч-матчка. Давайте. Итак, в спортивной раздевалке две пары ботинок и шесть пар сапог. Внимательно послушайте вопрос. Сколько обуви на левую ногу? Восемь. Не верно? Не верно. Совершенно верно. Восемь, да. А почему так быстро посчитал? Ну... Может, уже знакомая задача была? Возможно. Возможно. Молодец. Так, девчонки. Александра. Давайте, давайте. Ступаем. Елизавета, давайте. Ну-ка, активнее, активнее, активнее. Роман, выбирайте тему. Давайте природоведение. Природоведение. Кто с цветов собирает пыльцу? Лиза? Лиза была первой. Пчелы. Пчелы, да. Совершенно верно. Саша, догоняй. Догоняй наших участников. Так, поехали дальше. Елизавета? Насекомые. Насекомые. Какие ваши нелюбимые насекомые, Елизавета? Насекомые? Да. Наверное, пчелы. Пчелы? Ну, хорошо. А самка или самец? Муравья может прожить целый год без пищи. Рома. Самка. А может быть, самец? Самка. Точно? Точно. Смотри, ничего себе. Роман. Молодец. Давайте сказки. Давайте сказки. Итак, какое слово нужно было выложить Каю из льдинок? Варианты ответов. Послушайте, потому что вопрос очень сложный. Это вечность, это любовь или я не забуду тебя. Роман? Вечность. Вечность. Хорошо. Вы читали? Да. Священную королеву? Я давно читала, плохо помню произведение. Хорошо. Но я помню то, что Кать точно выложила слово вечность. Вечность. Ну, в итоге, чем закончилась эта сказка? Я уже плохо помню. Да? Ну, хорошим или плохим? Вроде бы, хорошим. Ну, вроде бы. Не вроде бы, а точно хорошим. Роман? Математика. Математика. Целая дыня и полдыни весит 3 килограмма. Сколько весит целая дыня? Рома? 2 килограмма. Слушай, у меня такое ощущение, что... Он отвечает быстрее, чем вопрос заканчивается. Нужно выслушать вопрос, а потом нажимать на кнопку. Договорились? Потому что девчонки уже стоят расстроенные. Так, давайте просто поаплодируем, чтобы снять этот стресс. Аплодируем друг другу. Молодцы. Итак, Роман, дай возможность девушкам тоже выбрать. Но сейчас ты выбираешь. Хорошо. Природоведение. Природоведение. Кто из животных не любит солнца? Саша? Крот. Крот? Вы уверены? Да. Дочно, Саша? Да. Ну, действительно, крот. Саша, выбирайте тему. Математика. Математика. Кстати, как у вас в школе с математикой, Саша? Честно. У меня уже не математика, а алгебра. Алгебра уже? Ну, ничего. Поняла, какие умные ребята. Уже седьмой класс. Алгебра. Так, хорошо. Сколько нужно цветных квадратиков для каждой стороны кубика? Роман? Шесть. Правильно. Правильно. Ваш ход, Роман? Природоведение. Природоведение. Итак, какое дерево считают стройным? Лиза? Лиза? Береза. Береза, да. Береза, действительно, молодец. Ваш ход. Давайте сказки. Сказки. Итак. Мальвина. Это девочка с какими волосами? С голубыми. Ну, конечно. Девчонки уж точно знают, что Мальвина – это голубые волосы и прекрасная сказочная героиня. Да, да, да. Выбирайте, Лиза. Математика. Математика. У Димы было четыре апельсина. Он дал четырем друзьям по одному апельсину, а они ему по половинке. У кого больше? У Димы. У меня? У Димы. Да, совершенно верно. А может быть и у другого? Нет. У Димы. Верно. Молодец. Лиза, Александра, набираем темпы, 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 темпы. Лиза, какая тема? Обо всем. Обо всем. Хорошо. Как называется кресло, на котором сидит король? Трон. Трон? Так, кто у нас был первый? Роман. Роман, да? Роман был первый. Роман, молодец. Роман, на троне выбирай. Тему? Обо всем. Обо всем. Так, какой оптический прибор сидит? На носу. На носу. Ром. Очки. Очки. А вот ты перебил, а тему снимем. Знаете почему? Без обиды, потому что Александра была первой. Хорошо. Вот. Но тогда вы вновь выбираете тему, Роман, потому что правильно отвечали на предыдущий вопрос. Давайте. Давайте. Сказки. Этот вопрос снимем. Сказки. Итак, кто такая? Такая фрекин бог. Саша? Няня мальчика из Карлсона. А кто она сама? Ее должность, звание, кем она была? Домой. Домой. Домохозяйкой. Домохозяйкой, домоправительницей. Зачитаем, ладно, Александре. Так уж мы и позаботимся о наших домоправительницах. Домоправительницей. Да, сейчас для нашего времени. Домоправительницей. Кондоминиум. Да, да, да. Выбирайте, Саша, тему. Обо всем. Обо всем. Внимание, вопрос. Чем на поле была манная крупа? Лиза. Пшеницей. Совершенно верно. Пшеницей. Лиза, выбирайте. Мамнец. Природоведение. Природоведение. Вопрос. Как называется самодельный домик для птицы? Роман. Скворечник. Верно. Выбирайте, Роман. Обо всем. Обо всем. Итак, вопрос. Какой оптический прибор? Себедит на носу у нас уже был. Да, да, да. А когда длиннее сутки, зимой или летом? Лиза? Летом. Совершенно верно. Да. А нет, неверно. Когда длиннее сутки, зимой или летом? Сутки. Я и зимой, и летом. Они одинаковые. Молодец, да. Правильно, Александра. Одинаковый, Лиза. Вот так у нас правильный ответ звучит. Выбирайте, Александра. Насекомые. Насекомые. Внимание. Самый крупный паук это? Птица. А по-другому? Феррософий Блонди. Нет. Это талун. Этот паук называется, все его боятся. Что это такое? Все, вы сейчас не имеете права ответить, друзья мои. Это в латинском языке. Это? Лиза? Тарантул. Молодец, тарантул, да. Именно такой вот опасный паук. И его еще называют самым крупным пауком. Лиза, выбирайте тему, надо было нажать на кнопочку. Насекомые. Насекомые. Колорадский жук, враг картофеля, саранча хлебного зерна, а бабочка капустница? Капуста, горчицы и речки. Вообще, круглый ответ. Такие знания. Ответ конкретный на заданные вопросы. Роман, пожалуйста, ваш ход вновь. Математика. 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 В коробке сидело 8 котят. Сколько коробок нужно еще взять, чтобы рассадить их по два в каждую? Три. Четыре, Роман. Совершенно верно. Три. Я даже не знаю вопрос на этот вопрос. Я просто переполняю эмоции. Роман, выбирайте. Отличник, наверное, Рома. Отличник? Иду на отличника. Идет на отличника. Природоведение. Хорошо. Природоведение. Последний вопрос в этой теме. Какое лесное животное зимой ложится в спячку? Саша. Медведь. Совершенно верно. На этом тему природоведения мы закрываем. Остаются у нас следующие темы. Математика. Насекомые. Обо всем музыка вокруг нас и сказки. Какую выбираем? Что-то музыку не выбираю. Саша, музыку давай? Ну давайте музыку. Давайте музыку. Ну давайте. Только внимательно слушаем, друзья, и отвечаем. Музыка звучит в эфире проекта «Энергия удачи», друзья. Воскресенье, 30 апреля на календаре. И у нас сегодня потрясающая тройка игроков. Это Елизавета, Роман и Александра. Слушаем композицию. Итак, кто первый нажмет на кнопочку, послушали. Это исполнитель. Ну такой. Ну это можно так Ксюша и Дима или... Ну-ка, Роман, знаешь? Я знаю, кто исполняет, но не знаю, как называется. Неважно, как называется, кто это? Потап и Настя. Молодец. Потап и Настя Каленских, совершенно верно. Роман, выбирай тему. Давайте музыку вокруг нас. Продолжим музыку. Ну хорошо, давайте. Давайте. Туманы. Туманы, песня. А поет кто? В голове моей туманы. Ну хорошо, главная задача именно в этой системе вопросов музыка вокруг нас, либо исполнителя, либо название песни. Это туманы Макс Барских. Совершенно верно. Лиза, мы продолжаем выбирать. В голове моей туманы. В сказке. А, сказке так сказке. Хорошо. Вопрос. Что нужно было Старашили и Старане Оз получить от великого и ужасного? Мозги. Мозги, совершенно верно. И последний вопрос, можете выбрать тему. Давайте музыка. Музыка. Продолжаем. Поехали. Мало так мало, устало стало... Егор Крит, мало так мало. Мало так мало. Молодец. Ну что ж, дорогие друзья, первый тур подошел к своему завершению. А мы, дорогие друзья, пока Ксения считает, кто из наших участников набрал наибольшее количество баллов, сообщаем вам, что розыгрыш среди покупателей проходит ежемесячно. В конце каждого месяца сегодня мы подвели итоги в Торговом Доме Энергии посредством социальной сети Инстаграм и прямого эфира через Инстаграм. Победители. Сейчас вы можете зайти на страницу и увидеть отрывной купон с номером, кому же достался подарок. И уже 2 мая, так как завтра праздник, вы сможете забрать свой приз по проспекту Санкебаба, ТРС-72, Торговый дом Энергия. Ну а через несколько секунд мы узнаем, кто же сегодня одержит победу в проекте Энергия и удачи на нашем телеканале. Оставайтесь с нами. Интересно узнать, кто это будет. Елизавета, Роман или Александра. И кому достанется 10 тысяч тенге от генерального партнера Торгового дома Энергия. Остановитесь на красном. Это Энергия и удачи на РИКО ТВ. В общем, мы посчитали наши результаты наших участников. Так, интересно. Слушай, Ксюша, ну интересно просто. Да, ну молодцы у нас ребята сегодня прям хорошо постарались. Молодцы. Давай посмотрим. Да, давайте. Саша, Александра, набирает у нас 2 тысячи тенге. Давайте поаплодируем Александре. Саша, скажи, вопросы были сложные или почему не успевала? Все быстро кнопку нажимали. А ты решила просто расслабиться. Сегодня воскресенье, да? Завтра 1 мая. Ну через дней 20 уже каникулы, да? И все. Правильно? Да. Не расстраиваешься? Нет. Почему не расстраиваешься? Подожди, подожди. Почему не расстраиваешься? Уже один раз выиграла. Выиграла, а дала возможность другим. Да. Умница. Роман, сколько он зарабатывает? Роман у нас зарабатывает 6,5 тысяч тенге. Ничего себе. Слушай, Рома, а ты сам когда-нибудь уже пытался заработать деньги? Лидер наш. Нет еще. Нет, то есть это первый твой заработок? Да. Слушай, обязательно купи хлеб, если выиграешь еще. Ну естественно. Да. Такая примета, да? Да, да, оказывается такая примета. Даже я не знала. Не знала? Я первый хлеб купил в 1998 году. 1998, да. И вот Лиза. Лиза у нас заработала 4,5 тысячи тенге. Молодец. И по правилам игры выиграть 10 тысяч тенге может только один из вас. Тот, кто набрал наибольшее количество. Роман, в данном случае это вы. Вы можете забрать эти деньги прямо сейчас, либо можете их потерять. От вас только да или нет. Суперигра, играем, либо не играем. И вы, если играем правильно, отвечаем, получаем 10 тысяч тенге. Если неверно, то вся сумма сгорает, из нашей студии вы выходите без ничего. А Лиза с Сашей получат свои призы. Играем? Да. Рискуешь? Да, рискую. А если проиграешь? Выиграю еще в будущем. А, ну вот с такими намерениями наши участники, это здорово. Итак, Лиза и Александра, мы сейчас попросим вас выбрать одну тему, обоюдно для романа, по которой мы зададим вопрос. Из оставшихся, это математика, насекомое, обо всем, музыка, вокзал и сказки. Лиза, какую вы выбираете тему? Сказки. Сказки, вы? Ну, давайте сказки. Ну, давайте сказки. Скромная Александра и скромная Елизавета говорят, давайте выберем сказки. Итак, вопрос очень легкий, а он остался один. В какое животное превратился братец Иванушка? Козленка. Даже не стал думать. У нас вообще дается и минута, Роман, мы вас поздравляем, 10 тысяч тенге вам достаются. Друзья, мы с вами прощаемся, желаем вам удачи, всех благ и, конечно, хорошего настроения. Спасибо вашим родителям за то, что воспитали таких прекрасных деток, которые сегодня, несмотря на то, что в воскресенье завтра нужно отдыхать, может быть, готовиться к экзаменам, в школу и так далее. Всех вам благ и всего хорошего, дорогие друзья. Друзья, ну, а мы с вами прощаемся ровно на одну неделю. Наш праздничный эфир, посвященный 9 мая, будет на телеканале Рика ТВ, 7 мая, также в 19.20. Не пропустите в следующее воскресенье проект «Энергия. Удачи». Праздничный выпуск. Желаем вам всех благ, отличного настроения и, самое главное, крепкого здоровья. И с праздником еще раз. Вместе с торговым домом «Энергия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова